Здравствуйте! Это программа «Путеводная звезда». Меня зовут Николай Табашников. На службе управления. Три истории от человека, спешащего на помощь. Шаварша Карапетяна. Шаварш Карапетян родился 19 мая 1953 года в городе Кировакани, Армянской СССР. Семикратный чемпион СССР, Европы и мира по подводному плаванию. Рекордсмен мира, почетный президент Российской ассоциации подводного плавания. День 16 сентября 1976 года в Ереване был на редкость хмуром. 15-й троллейбус следовал по своему привычному маршруту вдоль Ереванского озера. Что в этот момент происходило внутри троллейбуса, до сих пор неизвестно. Троллейбус, в котором находилось 92 пассажира, сорвался с дамбы и камнем рухнул в воду. Казалось, что люди обречены. Открыть двери или выбить окна изнутри никто не смог. Где находился дамба, у нас и находился спортивный клуб. Мы тренировались с подготовкой, общей физической подготовкой. Мы пробежались уже с 25-килограммовым грузом, уже 20 с чем-то личным километров, и возвращались на базу. И перед нашими глазами троллейбус упал в Ереванское озеро. И все это мы увидели. Шаварш в одну секунду принял решение, то из их группы броситься под воду должен он один. У него самая сильная подготовка спортсмена-подводника. Брат тоже ринулся на спасение людей, но оставался на поверхности воды. К моменту, когда Шаварш Карапетян добежал до берега, на ходу скидывая одежду, троллейбус уже отнесло от дамбы метров на 25 и затянуло на дно. Поднялся Ил, видимость почти нулевая. Шаварш ощупью отыскал нижнюю перекладину лестницы, что ведет на крышу, ухватился за нее обеими руками, ударил в стекло ногами и проник в троллейбус. Сразу же нащупал чье-то тело и с силой рванул его на себя. Он поднялся на поверхность с первым спасенным. И вода окрасилась в красный цвет. Когда Карапетян пробирался через разбитое стекло, изрезал все тело. Там не было, значит, такого понятия, что надо плавать, его довезти. Он нырнул метров четыре, захватил и оттолкнулся от троллейбуса наверх. Нырнул метров четыре-пять, потом оттолкнулся и вот... Он продолжал нырять без перерыва, потому что понимал, что каждый его вдох на поверхности, там на глубине, может стоить человеческой жизни. Шаварш в очередной раз скрылся под водой. В ожидаемое время не появился. Прошло еще четыре минуты. Его не было. На берегу все замерли. Но он вновь выплыл. В этом погружении, изнемогая от усталости и потери крови, он почти потерял сознание. Но сумел собраться и продолжить спасение людей. И, значит, мы всех сняли. Я всегда говорю, мы всех сняли. Но сколько живых осморств. Вот это Богом уже дано. Единственный человек, я это осознавал, что единственный человек, который может сделать, это я. В тот хмурый сентябрьский день Шаварш-Карапетян спас жизни 20 человек. Об этом подвиге широкая общественность узнала лишь много лет спустя. Информация была засекречена, ведь в Советском Союзе не могли спасательные службы оказаться беспомощными. Но рано или поздно страна должна была узнать, что в ней живут настоящие герои. Писала комсомольская, правда, литературная газета. И бабушка меня сказала, сынок, это ты вот в таком этом. И мне так хорошо, я чувствовал этот момент, понимаете. И для меня было, значит, в чужом, не чужом, а в другом городе и так далее. А в Ереване там вообще ходить нельзя. А сейчас тоже, сейчас очень многие знают. Меня, где живу, этот район знают, уважают. Когда специалисты оценивали, как разворачивались события в тот день, когда в Ереване с моста рухнул троллейбус, все сошлись в едином мнении, что только человек со спортивной подготовкой Карапетяна мог провести такую спасательную операцию. Может, не случайно он тогда оказался рядом. Может, это судьба. И кажется, именно она с самого детства готовила Карапетяна к будущему свершению. На службе у проведения. Смотрите продолжение истории Шаварша Карапетяна в программе «Путеводная звезда». Спасение людей из упавшего в воду троллейбуса – подвиг, о котором в 80-е годы узнали все. А о том, что эта история не первая и не последняя в его судьбе, говорится редко. Одна из таких историй произошла за два года до случая с троллейбусом. После тренировок в Цокодзоре группа спортсменов возвращалась автобусом в Ереван. Неожиданно машина остановилась на подъеме. Мотор забарахлил. Шофер выпрыгнул из кабины, и тут автобус начал катиться назад под гору. Ближе всех к кабине водителя сидел. Шаваш Карапетян. Он совершил прыжок, занял водительское место и вырулил. Но сам он во всех этих случаях ничего судьбоносного не видел. Все попадают в такие ситуации. Вот возьмите все пожары. Возьмите тех людей, которые тушили пожары. Значит, аваренными спускали. Понимаете? Очень много таких случаев. Герой нашего времени с детства отличался неординарными поступками. И вовсе не обязательно они были со знаком плюс. Усердно занимался гимнастикой, плохо учился. Гуманитарные предметы мальчику никак не давали. И сидел русский язык. Говорит, Карапетян, идика, доски. Говорит, можно я завтра отвечу? И сегодняшний, и завтрашний урок. Говорит, сегодня я не готов ответить. Говорит, двойка. Говорит, не ставьте, ну пожалуйста, а то я спрыгну с окна. Там чуть-чуть высокие здания школьные. И третий этаж. У нас трехэтажный был. Она подумала, что я могу и не прыгнуть. Говорит, прыгаешь, прыгай, вот тебе двойка. Я посмотрел, что двойку поставили, вот так приподнялся. И встал на окно и прыгнул. Так больно было. А я, как артист, лег, как будто умер. Учительница смотрит в окно. Я внизу лежу. Она падает, значит, в оморок. И вся наша школа бежит за зданием увидеть меня. Пришли, меня нет. Куда делся? Я встал и убежал, понимаете? Только гимнаст мог выйти из такой ситуации без особых последствий для организма. Но потом шаварш к гимнастику перерос. Стал слишком высоким для этого вида. Пошел на классическое плавание и достиг титула чемпиона Армянской Республики. А после этого, как гни перспективного, меня выставили. То есть я выигрывал у учеников тех тренеров, которые тренировали команду Республики Армении. И им невыгодно было, что я выигрывал у них. И меня выставили как гни перспективного уже взрослого. Своё право быть чемпионом шаварш доказал очень быстро. Через год стал мастером спорта международного класса. А потом медали и титулы посыпались, как из рога изобилия. Золотой рыбкой окрестила Карапетяна спортивная пресса. Он установил множество рекордов, но самым дорогим был последний. Спасение людей из упавшего в воду троллейбуса стоило герою заражение крови и двустороннего воспаления лёгких. Карапетян лечился несколько долгих месяцев. А когда спросил врачей, сможет ли он снова заниматься спортом, они ответили, что даже получасовое пребывание в холодной воде может теперь стать для него роковым. Но, вопреки предупреждениям, он взял ещё одно золото на чемпионате мира и ушёл с большого спорта победителем. Я ненавидел воду. Ненавидел. Даже вот только в душ, чтобы помыться. А так ни в один пруд, ни в море, ни в плавательный бассейн не захотел. Долго-долго, около 10 лет. А потом вот именно вот дети меня потянули в воду. И сейчас с большим удовольствием я живу в районе Юго-Запада. Там озеро, значит, Тропарёвское озеро есть и лес. Я там и бегаю, и плаваю. Героические поступки в своей жизни Шаваршу Карапетяну доводилось совершать не раз. Не раз он каким-то чудом оказывался именно там, где люди нуждаются в спасении. Но когда судьба даёт герою выходной, он живёт повседневной жизнью, далёкой от огня, воды и автокатастрофы. Смотрите финальную часть сюжета Шаварша Карапетяне в программе «Путеводная звезда». Уход из большого спорта для Карапетяна, как и для многих спортсменов, оказался болезненным. Сбережений никаких. Что делать дальше – большой вопрос. Он начал с женитьбы и работы на заводе. Потом создал компьютерный клуб. А в феврале 85-го года Шаварш Карапетян оказался в реанимации. Его доставили туда в бессознательном состоянии с места пожара. В тот день загорелось здание, которым очень гордились ереванцы. Первые клубы дыма прохожие заметили около 9 часов утра. Именно в этот момент Шаварш Карапетян подъехал к своей работе. Буквально напротив горевшего здания. И снова Карапетян оказался в эпицентре событий. Снова был на высоте. А в обыденной жизни у него тогда все получалось не так лихо, как в экстремальных ситуациях. Бизнес рухнул, деньги были потеряны. Шаварш с семьей решил перебраться в Москву. Друг помог купить квартиру, наладить бизнес. Сначала обувная мастерская, а потом еще и несколько торговых точек и кафе. Федерация подводного спорта переименовала свои соревнования в его честь. Но главное, что и сейчас каждый, кто оказывается с ним рядом в трудной ситуации, может быть уверен, Карапетян придет на помощь. Ну, знаете как, все бывает в жизни. Всегда человек должен быть, как бы сказать, начеку, чтобы помочь другому. В смысле, в таком смысле, что человек человеком человек. И самая дорога у человека это человеческая жизнь.